ЗЛОБОДЕМНО Как противостоять, потому что в последнее время дьявол будет использовать всякое оружие, древнее оружие, новое оружие. Он будет использовать все, чтобы выдергивать из церкви людей, чтобы портить им жизнь, чтобы разрывать их. И поэтому он не гнушается ничем, но одно из его таких, знаете, уже вековых средств, которые он применяет в своем арсенале, это вино. И я бы хотел, чтобы мы понимали, имели понимание того, я не хочу сегодня говорить о том, как Библия категорична в отношении вина. Хотя, ну, некоторые люди почему-то понимают, что Бог за вину, и как бы принимать в небольшом количестве, это нормально. Я уже учил об этом, я говорил об этом, но хочу говорить не о том, сколько можно принимать его и сколько не можно. Хочу, чтобы мы увидели, как Бог показывает выход или замену, или как Бог ориентирует, где мы можем, знаете, перевернуть на 180 градусов и потечь в чем-то, что будет защитой для нашей жизни. И основное место Писания, которое мы будем использовать сегодня, это Ефесянам, 5 глава, 18 стих. Здесь написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Вы знаете, так важно понимать, что здесь поставлено два таких контрольных заявления. Есть два главных заявления, которые помещены просто в контрасте, которые противопоставлены друг другу. Писано, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Библия говорит, что когда ты употребляешь вино, оно приводит тебя к чему? К распутству. Но исполняйтесь Духом. Я верю, что вот этот контраст, он не случайен. Я верю, что когда на самом деле каждый верующий человек будет осознавать и понимать, что значит быть исполненным Духом, что значит ходить в Духе, что значит быть наполненным или пропитанным Духом Святым, то каждый осознает и поймет, что совмещение этих вещей, оно просто нереально. Человек, наполненный Духом Святым, никогда даже не вспомнит о том, что есть вино. Никогда даже в желаниях своих не будет перед выбором. Потому что наполнение Духом Святым, хождение в Духом Святым, хождение в Духе Святом, в силе Духа Святого, оно намного, намного, намного выше. И оно убирает все. Потому что когда ты наполненный этим, твоя мысль, твое рассуждение, твое желание в Духе Святом, ты в нем. Ты пропитан Ним, ты захвачен Ним, ты окутан Ним, ты защищен Ним. То есть масса вещей, которые приходят через исполнение Духом Святым. И поэтому противостояние тут подчеркивает контраст между полнотой вина и полнотой Духа Святого. Когда ты наполняешься вином, разные вещи происходят в твоей жизни. Ты перестаешь контролировать ситуацию, ты перестаешь контролировать свои действия, ты начинаешь щудить, начинаешь делать какие-то вещи, которые бы ты никогда в жизни не сделал. Ты начинаешь глумиться над собой прежде всего. И, конечно же, окружающие тебя тоже люди страдают. Но Библия говорит, что полнота в Духе Святом. Полнота в силе Духа Святого. Есть что-то большее. И она дает намного больше. Если, выпив вина, да, ты можешь немножко забыться в своих проблемах, в своих ситуациях и так далее. То когда проходит это, да, когда хмель начинает выходить, ты осознаешь, что ты никуда не делся, проблемы твои не решились, все осталось на месте, все осталось по-прежнему. И то, что тебе нужно сделать, опять тебе нужно найти снова, выпить, чтобы опять забыться. И потом ты опять приходишь к тому, что снова ты осознаешь, что ситуация снова не изменилась. И ты снова ищешь, снова и снова. Идеал говорит, вот твой выход. Так хорошо. Выпил и забылся. Но когда ты возвращаешься к ситуации, ты понимаешь, что ты только усугубил ситуацию, но не вышел из нее. Поэтому этих два заявления указывают на присущую несовместимость природы и действия между источником такой полноты, а именно опьяняющим вином, и Духом Святым. Значит, знаете, Дух Святой, Он тоже опьяняет. Но это не то опьянение абсолютно. Это совершенно другое. Это то, что на самом деле приносит исцеление в твою жизнь. Это то, что на самом деле оно врачует внутри тебя. Твой дух, твою душу и твое тело. Когда ты наполняешься Духом Святым, что-то особенное происходит внутри тебя. Потому что Бог, который послал Духа Святого на эту землю, как утешителя, как наставника, как руководителя твоего и так далее, Он начинает действовать внутри тебя. И когда ты наполняешься этим, ситуация радикально меняется. Можно сказать, что это аминь? Смотрите, Ефесянам 5 глава 17 стих, немножко выше. Написано, «И не будьте как нерассудительны, но познайте, что есть воля Божия». Не будьте как нерассудительны. Люди, которые в своих проблемах, в своих ситуациях обращаются к спиртному, поступают как нерассудительные люди. Но Библия говорит, «И не будьте как нерассудительны, но познайте, что есть воля Божия». Воля Божия в том, чтобы не исполниться горячительными спиртными духами, да? Духами. Но Духом Святым, Который приходит в твою жизнь, Духом Святым, Который наполняет тебя изнутри и дает тебе выход. Вы знаете, я все еще живу как бы канонией, молодежной канонией. Те переживания, которые были там, те наблюдения мои, которые были просто так, явно показывали, как присутствие Божие, как наполнение Духом Святым меняет жизнь молодых людей. Меняет их настроение, меняет их характер, меняет их их как это мышление и само лицо, сам фейс меняется. Потому что в начале, когда приехали, знаете, я пришел, я смотрел на молодых людей, знаете, это действительно все были как ежики, такие насупленные где-то, зыркали друг на друга и думал, интересно, что, что Бог со всем этим может сделать. Каждый приехал, знаете, со своей мыслью. Кто-то думает, ну, приедут из разных городов девушки, будет хорошая возможность познакомиться. девушки, наверное, думали, приедем, там есть хорошие ребята, приедут из разных городов, есть возможность познакомиться. Кто о чем думал? Кто-то думал о том, чтобы наполниться Духом Святым, кто как, но на лицах было написано, что что-то происходит внутри, и они не знают, что со всем этим делать. И вы знаете, первый день до вечера как-то так вот ситуация и оставалась. Но вечером, когда пришло Божье присутствие, когда Дух Святой наполнил этих молодых людей, можно было просто наблюдать за тем, как Дух Святой менял их обличие, менял их взгляд, приходила открытость, приходила радость. Знаете, вот как, у пьяных тоже происходит открытость, они такие веселые становятся, просто вначале такие друзья-рубахи такие. Так вот, потом уже приходят всем злейших. А вначале первые два стакана вообще так смотришь, такие там, когда депутаты отмечают это дело, я наблюдаю, знаю, когда можно подойти пообщаться нормально, как говорится, между первой и второй, промежуток небольшой, можно успеть между тостами вопросы какие-то решить. Они добрые, они уже, ну, не думают о тебе, как о сектанте, страх где-то пропадает, знаете. они, они, да, батюшка, да. А когда уже там дальше пошло, там уже можно услышать и другое мнение, и третье мнение. и Дух Святой, что-то подобное, ну, это только, знаете, ну, даже не хочу, как бы, говорить о подобии, потому что то, что приходит с Духом Святым, это совершенно другое. Ты исполняешься Духом Святым, ты наполняешься Духом Святым, и Бог начинает производить внутри тебя в действительности приходит доверие Богу, ты понимаешь, что тот, кто внутри тебя сильнее того, кто в мире, ты понимаешь, что тот, кто внутри тебя, он в действительности дает тебе силы, он дает тебе возможности, он дает тебе все необходимое для того, чтобы ты состоялся как личность, чтобы ты состоялся как молодой человек, чтобы ты состоялась как девушка, чтобы во всем был его божественный порядок, и ты смотришь, как Бог начинает менять эти лица. Бог начинает менять сердце. Они начинают плакать, обнимать друг друга, говорить какие-то хорошие слова, благословенные слова. И Бог что-то производит внутри. И Библия говорит, чтобы мы были наполнены этим. Не упивайтесь в нем, но исполняйтесь Духом Святым. Наполняйтесь Духом Святым. Входите в Божье присутствие. Дорожите Божьим присутствием. Просто окунайтесь в это, потому что это и есть благословение для вас. Это и есть выход для вашей жизни. И когда христиане начинают наполняться Божьим Духом, вы знаете, совершенно другое отношение к слову «кризис», к пониманию этого слова. Ты слышишь «кризис», а понимаешь, что это новые возможности для твоей жизни. Ты понимаешь, что с ним ты можешь несравненно больше. Ты понимаешь, что с ним ты можешь найти выход из любой жизненной ситуации. Ты понимаешь, что в нем есть достаточно мудрости. В нем есть в действительности вид намного дальше, нежели ты смотришь просто по-человечески. Потому что он открывает тебе, он дает тебе понимание, он приносит мир в твое сердце. Потому что Библия говорит, что я пришел, чтобы дать мир. Не тот мир, который приходит от этого мира. Мир, который приходит от Бога. Что значит мир, который приходит от Бога? Это внутренний покой. Представьте себе, люди, которые имеют миллионы, они не имеют внутреннего мира. Они заботятся, постоянно думают о том, какие там еще новейшие технологии охранные, которые можно было бы расставить еще. Каких бойцов надо еще заказать, чтобы чувствовать себя более-менее защищенным. Хотя на самом деле они делают все, но понимают, что это может случиться в любой момент. Но когда Бог наполняет тебя миром, когда Божий покой приходит внутрь тебя, у тебя нет страха. Ты понимаешь, если что-то случится, у тебя мир с Ним. В какой-то момент и ты уже там. И то золото, которое тут было, да? Ангелы стоят на небесах. Один человек говорит, Петр, а можно я кусок золота пронесу? Ну, не сиго. Понес. Два ангела стоят на входе. Говорит, странные эти люди какие-то. Асфальт носят сюда что-то. То, что для нас кажется ценным, то, что для нас кажется таким, ну, там в ум ходить поэтому. Как по асфальту. Золотые улицы. Ты даже не будешь уже замечать, что они золотые. Потому что будет что-то, что будет восхищать тебя намного больше, чем этот асфальт. Поэтому не собирай себе асфальт за кромах. Он достаточно тяжелый. Если его много. Луки 1 глава. Написано так. Снова показана несовместимость вещей. Ибо он будет велик пред Господом и не будет пить вина и секера. Но что? Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Библия снова и снова показывает нам, что это вещи несовместимые. Это вещи, которые нужно отделить. Это вещи, которые нужно просто противоставить один другой. Чтобы это не присутствовало в жизни христианина. Это то, что не должно никак присутствовать. Потому что если у неверующих это единственный выход, то у верующих есть совершенно другой выход. Если дьявол предлагает тебе один выход, он может быть в разных формах. Вино, наркотики, еще какие-то удовольствия и так далее. То Иисус говорит, что вот. Вот твой выход. Наполни с ним. Прими его. Постоянно находись в этом состоянии. Ты будешь иметь большие благословения в жизни. Ты будешь находиться в мире. Ты будешь находиться в покое. Ты будешь в рассудительности. Ты будешь в понимании ситуации. Ты будешь просто наполнены Богом. И Бог всегда будет защитой тобой, потому что Он будет находиться рядом с тобой и в тебе. Вот почему так важно иметь это внутреннее осознание. Деяния святых апостолов, 2 глава, 15 и 4 стихом, то тоже написано, что в день Пятидесятницы они исполнились все Духа Святого, да? Написано, они не пьяны. Люди подумали, что они были пьяны. Люди подумали, что-то с ними происходит такое. Тут перепись идет, тут какие-то проблемы и так далее. Они радуются. Они наполнены Богом. Говорит, они, наверное, пьяны. И Петр говорит, ну, ребята, прекратите. Посмотрите на время. Но евреи в такое время еще не пьют. Чуть попозже уже, да. В такое время нет. Говорит, они не пьяны. Но они исполнились все Духа Святого. Они исполнились все Духа Святого. Поэтому Бог искренне предлагает в твою и мою жизнь. Если дьявол сегодня окунул тебя в это, если дьявол показал тебе, что только в этом есть выход, не соглашайся с ним никогда. Не позволь ему обманывать тебя снова, снова и снова. Потому что это не то, что на самом деле должно присутствовать в твоей жизни. Библия говорит, не упивайся вином, от которого бывает распутство. Распутство – это отсутствие моральности. Другими словами, это аморальность, которая приходит в твою жизнь. Ты выпил вино, и аморальность пришла в твою жизнь. Представьте себе, человек Божий, человек, который знает Бога, и вдруг сталкивается с такими вещами. Скажешь, в чем аморальность? Хотя бы в том, что мужчины, которые пьют, которые становятся пьяными, забывают о том, что они мужчины. Они думают, что им обязательно нужно разобраться со своей женой. Берут за волосы, бьют об стены и так далее. Занимаются всякой аморальной ерундой. Что на самом деле не присуще нормальному мужчине. Это то, что абсолютно… Знаете, у меня есть различие мужчина и женоизбиватель. Это абсолютно разные вещи. Вы извините меня, может, вы среди этих людей. Но на самом деле, на самом деле, нормальный мужчина не позволит себе опуститься до того, чтобы избивать жену. Но, когда ты упиваешься вином, в Библии говорит, приходит распутство, приходит аморальность. Когда границы стираются в твоем понимании, когда ты смотришь на вещи уже совершенно по-другому, тут ты был веселым, тут ты был таким рубахой человеком, и вдруг ситуация меняется, ты становишься злым, тебе тяжело что-то прощать, тебе кажется, что все таким надутым, большим, и каждое слово кажется таким непрощаемым оскорблением и так далее. Ты уже не контролируешь ситуацию. И Библия говорит, что это не то, что присуще христианству. Это не то, что должно присутствовать в жизни христианина. Это то, что достаточно чуждо для любого верующего человека. Вы слышите меня? Поэтому Бог искренне желает помочь нам. И Он говорит, не убивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь с Духом, что приходит от Духа. Я думаю, что от Духа приходит полная противоположность. Если здесь аморальность и распутство, то от Духа что приходит? Целомудренность, целостность в твою жизнь, ты мыслишь совершенно по-другому, ты рассуждаешь совершенно по-другому, ты мыслишь вперед, осознавая и понимая последствия тех или иных действий, ты совершенно по-другому мыслишь. Почему? Ты наполненный Духом Святым. И когда эти подростки, дети выходят на сцену и начинают говорить, что они пережили, и что Бог открыл в их жизнь, то ты понимаешь, что просто нормальному пацану это не присуще говорить о таких вещах. Это ну не от Него, у Него этого даже нету где-то в сердце. Но Он выходит и говорит. Знаете, что Он говорит? Что Дух, которым наполнилось его сердце, начинает говорить в Нем. И Он выходит и говорит уже от Духа. Он выходит и говорит вещи, которые Бог дает в его сердце, которыми Бог наполняет его. Вот почему так важно, чтобы мы понимали, есть у тебя выход всегда. Есть выход всегда. Не играйся с вином. Не играйся со спиртным. Тебе кажется, что это, знаете, ну, я свободен от этого, честно говорю вам. Я действительно могу выпить, хотя не делаю этого. Я свободен от этого. Но я не хочу играться этим. Можно заиграться. И даже не заметить. Даже не увидеть, когда ты уже потеряешься. Ты даже не увидишь, когда ты уже просто сошел с рельсов. Поезду шел. Поэтому не позволяй себе, чтобы это вообще присутствовало в твоей жизни. Не позволяй себе такой вольности. А ничего страшного. Мы отказались в причастии. Вы слышите? Вы можете подтвердить это. Мы отказались в причастии использовать вино. Потому что человеку, который находится в зависимости, достаточно нескольких глотков, чтобы все естество вспомнило прежнее. Поэтому не играйте с этим. Это не просто, знаете, такая какая-то игрушка, с которой можно поиграться, а потом раз выкинул. А, надоело пить. Не надоест. Даже когда надоест, ты уже поймешь, ты ничего не можешь с этим сделать. Я расскажу одну историю. Это была в нашей церкви. У нас была одна семья. И они жили вроде нормальной жизнью. Покаялись. Бог освободил от всего. Все нормально. Все классно. Где-то через лет шесть или восемь звонит жена. Пастор, срочно приезжайте, пожалуйста. Я говорю, что случилось? Приезжайте, вы сами увидите. Я приехал, я увидел мужа, который до этого, но я вообще не слышал, чтобы он что-то употреблял вообще. Он лежал на постели зеленый. Просто я даже не могу вот у сестры пальто, я думаю, где-то такого цвета. Просто зеленый человек. Я, знаете, я не видел людей, чтобы они были такие зеленые. Это неестественная зелень была. Просто зеленый. Я говорю, что случилось? Дело в том, что мой муж много лет назад, еще до покаяния, подшился, это, ампула, да? Подшиваются какие-то там ампулы. И говорит, все нормально было, это время, все хорошо. Тут какой-то такой, говорит, срыв, он чуть-чуть попил, и говорит, уже три дня не может остановиться. и говорит, врач приехала, посмотрела, говорит, мы даже не будем его забирать, это бесполезно. Это он уже не жилец. И я растормошил его, говорю, брат, ты хочешь жить? Хочу, говорит. Я говорю, повторяй за мной. И он начал говорить молитву отречения, отрекся от этого духа алкоголя и так далее. Он лежал на двухъярусной кровати, его начало кидать до верхнего этажа кровати. Так, я уже держал эту кровать, чтобы ее не сбило, чтобы его не убило этой кроватью. И когда он до конца повторил эту молитву, знаете, дом наполнился такой вонью, а такого еще нет. Такой вонь, вроде бы, знаете, какого-то такого проспиртованного алкоголика разрезали изнутри. И это все такое брожение, такой запах наполнил дом, он упал на кровать и начал меняться в лице. И он очнулся, пришел в себя, говорит, что со мной, пастор, почему вы здесь, а что со мной было, а что со мной происходило. И, брат, ты только что освободился от духа алкоголя. Вроде бы так, ну, выпить. А чуть-чуть. Я много не пью. Я как немец. За чуть-чуть. У меня там бабушка была немкой, дедушка и так далее. Кем бы ни были твои родители, бабушки, дедушки, для духа алкоголя абсолютно безразлично. Он приходит в твою жизнь, атакует тебя, и в этом ты в безвыходности, потому что он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Он приходит, чтобы убить тебя. Его цель только в этом. И когда ты будешь убит, это только вопрос времени. Вначале это будет по чуть-чуть, по трошке, а потом он сделает свое дело. Поэтому не играйтесь с тем, что абсолютно не нужно в твоей и моей жизни. если Библия говорит, если Слово Божье обращает на это внимание, если Бог говорит, что не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом, бери и делай это, бери и применяй это. Если тебе скучно в христианстве, знай, ты не наполненный духом святым. Когда ты наполненный Богом, тебе никогда не будет скучно. Бог тебе всегда найдет что-то новое. Бог найдет чем тебя удивить. Бог будет делать в твоей жизни то, что будет тебя восхищать, радовать, приводить торжество и так далее. Ты никогда не будешь нудным человеком, если ты будешь наполненный духом святым. Когда ты приходишь в Божье присутствие, Бог наполняет твою жизнь. Бог наполняет тебя. Его наполнение это так важно. Кто-то из пасторов на этой молодежной канонии привел такой пример. Он говорит, это как шарики. Знаете, савдеповские шарики. Кто надувал савдеповские шарики еще? Вас немного должно быть. Савдеповские шарики, я их ужасно не любил. и как нати говорят, как на добро, да? Мы же не говорим на зло. Как на добро нашим детям всегда дарили шарики савдеповские. Кто-то придет в гости и пачку шариков принес. Ну и детям же они сами не могут надуть, это же не детские шарики. дети только играют с ними. Вообще это взрослые шарики для таких хороших таких дядей. Они подходят мама, надуй, мама. До папы. Ну и папа ждует. И так надуешь уже как хомяк. Здесь все болит уже. Думаешь, когда же они уже закончатся эти шарики. и что я заметил, что когда новый шарик надуваешь, там надо попотеть, особенно если он такой продолговатый, это вообще жесть. Там глаза вылазят, все. Но когда ты его уже надул и потом спустил, надуешь, отпускаешь по комнате. Дети опять несут тебе это опять уже второй раз ты надуваешь с легкостью. Почему? Он уже раздут. Точно так же наша душа, она наполняется Божьим присутствием. На самом деле наша душа она жаждет этого, потому что она создана Богом и по образу Бога. И в этом она ей свойственно наполняться. Она как этот шарик. И мы приходим в присутствие Божье, мы славим Его, мы поклоняемся Ему, приходит Божье присутствие, и оно надувает нас. Раз раздуло, второй раз раздуло, третий раз раздуло, а на четвертый и пятый уже малейшее движение Божье, малейшее движение Божье, а ты уже в Божьем присутствии. Такое служение было, кто-то стоит рядом и о чем он говорит? Какое присутствие, пришел так и ушел, ушел в школу сходил. А человек, который уже раздутый, у которого уже, он с легкостью, малейшее прикосновение Божьем, ого, Божье присутствие, накрыло уже, все. Поэтому Бог искренне желает, чтобы мы были этими раздувшимися шариками, способными воспринимать любое движение Божье. Все, что происходит вокруг нас, чтобы мы были чувствительны к этому. Когда мы будем чувствительны? Когда мы наполнены Богом. Когда мы наполнены, когда мы раздуты, когда этот шарик, он готов в любое время дать о себе знать. Поэтому так важно быть в Божьем присутствии. Так важно молиться, иметь эту молитвенную жизнь, потому что на самом деле, вы знаете, глядя на эту молодежь, понимаешь, вроде бы они живут от канонии к канонии, да? Так оно выглядит, так оно получается. Вроде бы как они наполнились, до следующей канонии спустились, они уже ждут. Когда же будет канония? Снова наполниться, да? И скоро они будут иметь уже внутреннее понимание, что можно и дома наполниться, в принципе. Можно в своей церкви наполниться, можно в действительности раздуться от и до Божьим присутствием. Но этому надо научиться. Надо чтобы этот шарик был раздут больше, больше и больше, чтобы уже понимать, ага, оказывается у нас так дует в церкви, что ого-го. Только знаете, компрессор может дуть возле шарика или на шарик, а может дуть в шарик. Да? И очень важно, чтобы дырок нигде не было. Я помню, кто-то мне матрас подсунул такой. У меня был хороший матрас, я аж так надеялся, что он хорош, уже ночь. Она острая была еще в начальных первых. Я ж такой уверен, у меня новый матрас. Его кто-то поменял. Кто-то заглянул в палатку, увидел новый матрас, взял себе, надул. А я пришел, уже знаю, у меня новый матрас. Я начал его дуть. Дую, дую. Я уже весь мокрый в палатке, а надуть не могу. Включаю свет, а там драный какой-то матрас. Я понял, что я его не надую. Очень важно, чтобы наша душа, она была открыта для Господа. Чтобы там не было этих дырок, очередных вещей, каких-то грехов, которые мешают тебе сохранять это внутри тебя. Бог может наполнить тебя. Но вопрос, насколько долго это останется. Библия говорит, что Бог светит на верующих и на неверующих. Да? Греет солнце на огороды верующих и на неверующих. Попадает и туда, и туда. Вопрос только, что сработает? Что будет действовать в твоей жизни? Что в действительности будет поднимать твой дух? Что на самом деле будет делать тебя личностью? Что на самом деле будет вносить ясность в твое сердце, в твою душу, в твой разум? Что будет приходить туда? Это будет приходить от вина, который приносит распутство? Или это будет приходить от Духа Божьего, которым ты будешь наполняться? Какой твой выбор? Куда ты сегодня направлен? Библия предлагает тебе соединиться с Богом? Библия предлагает тебе наполниться Богом? Послушайте, это реально, это реально каждому. Я еще раз повторюсь, мы были вчера в реп-центре, 300 человек самого разного возраста, от молодых до дедушка там 73 года, и знаете, было видно, что Бог уже потрудился над ними, Бог уже поработал над ними, потому что в конце, мы там были с братьями, а можно мы за вас помолимся? Ну, молитесь сначала, мы за них помолились, ну, молитесь, и как далее, и мы думаем, кто за кого должен молиться, по идее? Кое, знаете, ну, заряженная атмосфера такая, люди такие, видно, прокаченные, надутые, Духом Святым, Божьим присутствуем, и так далее, и это несмотря на то, что они все бывшие, у них поломанная судьба, у них поломанная жизнь, но когда они выбрали идти за Иисусом, и быть наполнены Духом Святым, Бог начинает вносить свои коррективы их жизнь, их сознание, их понимание, их мышление, и я им говорил, дорожите этим временем, дорожите этим временем, вы будете вспоминать об этом репцентре много-много лет, всю жизнь вы будете вспоминать об этом времени, почему? Здесь вы были накачаны Богом, здесь вы были пропитаны Духом Святым, здесь вы пережили присутствие Божье, которое не забывается, послушайте, если вы ищете Божьего присутствия, если вы находитесь в Божьем присутствии, если вы исполнены Духа Божьего, вы знаете, эти переживания, они не стираются из сознания, они не уходят, это остается с тобой на всю твою оставшуюся жизнь, кем бы ты уже не был, ты будешь всегда вспоминать о том, кто касался твоей жизни, кто менял твою жизнь, кто вдохновлял тебя, кто делал тебя совершенно другим, кто приносил тебе этот внутренний покой, внутренний мир, и твоя внутренность, твоя душа будет тосковать всегда по этому, она будет всегда стремиться к этому большему, если ты это уже пережил, если ты это уже прочувствовал, твоя душа будет постоянно томиться по этому, поэтому Ему очень важно, чтобы дети Божьи, люди верующие, христиане, они понимали это. И чтобы этот шарик, он был постоянно надутым. Да? Пока новый шарик, на него еще можно смотреть. Вот когда шарик несколько раз надул и потом спустил, смотреть на него страшно. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что у человека всегда есть выбор. У тебя есть выбор либо держаться за старый образ жизни, брать вино. И всякий раз, когда приходит какая-то проблема, какая-то ситуация, обращаться к вину. И у тебя есть выбор обращаться к тому, кто приносит воистину свободу в твою жизнь. Выбор остается за тобой. Вместо тебя никто не решит этой ситуации. Никто не сделает выбор. Я при всей моей любви и уважении к тебе, я никогда не смогу решить вместо тебя и сказать, мы не будем с тобой пить. Я могу так сказать, но это ничего не изменит. Я не буду пить, а ты будешь пить дальше. Но когда ты скажешь, когда ты примешь это решение, когда ты скажешь, я не хочу меняться на это, у меня есть нечто другое, нечто особенное, нечто благословенное. Я буду наполняться Духом Божьим, я буду наполняться силой Духа Божьего, я буду пропитываться Богом. Это будет благословение для моей жизни, это будет благословение для моей семьи, это будет благословение для моего дома, это будет благословение для моего потомства, это будет благословение для моих детей, прадетей и так далее, для внуков, правнуков и так далее. это будет для них благословением. Я выбираю эту часть. Никто из них не вспомнит и не скажет. А это у нас, наверное, от того, что дедушка у нас был алкоголиком. Люди будут вспоминать, да, я нахожусь в свободе благодаря тому, что мои родители были чисты в этом. Благодаря тому, что мой дед принял решение и изменил ситуацию. До него все пили, все были алкоголиками, наркоманами и так далее. Мой дед принял решение и сказал, нет, дальше это не пойдет. Я остановлю это проклятие в жизни, я не соглашусь с этим, я не позволю этому рушить мое потомство, мою будущность и так далее. Я обрезаю этого имя Иисуса Христа, я не соглашаюсь с этим. Я выбираю путь, когда я буду наполняться Духом Святым, Богом, Божьим присутствием. И это в поколение перейдет, и поколение будет говорить, «Мой дед принес в нашу жизнь, в наше поколение, в наше потомство радикальные перемены». Он был христианином, человеком Божьим, он был наполненным Духом Божьим, что от него передалось в нашу жизнь. Господь, ты вершитель сегодня того, что будет за тобой. Ты сегодня принимаешь решение. Либо так оно и будет дальше, либо так оно и пойдет из поколения в поколение. Либо ты сегодня остановишь это и скажешь дальше, будет все чисто, будет все благословенно, потому что я принимаю решение. И Библия говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, от которого приходит аморальность. Я не хочу, чтобы в моем потомстве была аморальность. Я хочу, чтобы там была целостность, чтобы там был божественный порядок. Я хочу, чтобы там было Божье присутствие, чтобы там был дом, наполненный Богом. Я хочу этого. И когда ты принимаешь решение, и когда ты начинаешь жить соответственно твоему решению, Бог начинает менять ситуацию в твоей жизни, в твоих детях, в поколении, которое идет за твоими детьми, Бог начинает менять все. Мне приятно сегодня говорить, я христианин в третьем поколении. Послушайте, мне приятно, потому что мне легче сегодня идти. Мне легче сегодня с детьми. Мне легче сегодня детям объяснить, что это такое. Потому что кто-то уже протоптал это. Кто-то уже выстоял. Кто-то уже прожил жизнь, на которой сказал, я буду жить таким образом. Кто-то уже заплатил цену. И поэтому мне сегодня легче. Ты сегодня можешь позаботиться о том, чтобы твоим детям, внукам и правнукам было легче. Вы слышите меня? Ты можешь изменить ситуацию сегодня. Не говори, это мое наследство. Не говори, что я ничего не могу сделать. Ты можешь сделать. Бог дал тебе все необходимое, чтобы изменить ситуацию. Бог привел тебя в эту церковь. Бог научил тебя. Бог наставил тебя. Бог снарядил тебя, чтобы ты взял и все изменил. Выбор остается за тобой. Поэтому, Благословенные братья и сестры, что бы ни происходило в вашей жизни, пусть никогда даже мысль не блуждает в вашем сознании о том, что вино может как-то облегчить вашу ситуацию. Это ложь, которая приходит прямо из ада. Это ложь, которую Диал применяет снова и снова. Но это никак не соответствует истине. Истина Божия в том, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Исполняйтесь Духом. Исполняйтесь Духом. Хочется тебе обратиться к вину? Исполняйся Духом. Хочется тебе залить какие-то скорби? Исполняйся Духом. Когда ты исполняешься Духом, Бог приходит в твою жизнь. Ангелы приходят в твою жизнь. Они говорят, небо, ситуация тяжелая, человек в молитве, человек, знаете, молитва духом, это когда ты молишься, где-то в отчаянии, где-то еще как-то. Бог все это понимает. Когда я молюсь на языках, я понимаю, что Бог говорит за меня, Дух Святой говорит за меня. Иногда я даже понимаю, о чем он молится. Я понимаю, идет сражение, я понимаю, где Дух Святой говорит с бесами и повелевает им. Ты можешь сам это переживать. Были у вас такие моменты, когда ты молишься Духом, кому-то повелеваешь с властью? Были такие моменты? Это только у меня. Несколько человек было, да? Ты молишься, а Дух, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, ты понимаешь, идет война. Идет война. И когда ты не делаешь этого, ты не даешь возможности Духу Святому ходатайствовать о тебе. Библия говорит, вы не знаете, о чем молиться, возможно. Вы не знаете, где и что подстерегает вас. Но Дух Святой знает. Вы помните, я рассказывал ситуацию, я ехал в поезде. Я абсолютно не знал, что происходит. В этот момент моя дочь выпивает белизну. Я об этом не знал. Я ехал в поезде, где вокруг окружали меня люди. Я понимаю, что надо молиться на языках. Я начинаю молиться вслух на языках. Вы можете представить себе это? Ты не всегда способен это сделать. Ты понимаешь, что все смотрят на тебя, как на идиота. Но я начинал, начал и просто молился на языках. Я понимал, что-то происходит, о чем я не знаю. Но я должен высвободить эту молитву. Я высвободил эту молитву. Я приехал домой, уже дома узнал об этой ситуации. Все нормально. Почему? Потому что ты дал возможность Духу Святому ходатайствовать за эту ситуацию, которая была под Божьим контролем, которая была в Божьем понимании. И Бог знал, что со всем этим делать. Бог меняет ситуацию, когда ты высвобождаешь свои уста для ходатайственной молитвы. Когда ты молишься. Вот почему так важно исполняться Духом. Вот почему так важно быть наполненным Духом. Потому что Дух Святой начинает действовать в твоей жизни. Дух Святой начинает действовать в твоих обстоятельствах. Дух Святой начинает действовать в той проблеме, которая возникла в твоей жизни. Дух Святой начинает решать эти проблемы и расставлять все на свои места. Вот почему отличие вина и исполнение Духом Святым на такой большой разнице, на такой большой дистанции. Там ты минутную такую, знаете, получаешь по какой-то час, два, три, четыре, пять. Может быть, сутки, если хорошо выпьешь. Но тут ты получаешь решение твоей проблемы. Тут ты получаешь решение. Ты понимаешь, что Дух Святой начинает трудиться, работать, действовать. И в конечном итоге ты просыпаешься и ты понимаешь, что-то решилось. Ты еще не знаешь, что решилось. Но твой Дух понимает, что в духовном мире уже что-то произошло. Уже что-то произошло. Давайте мы встанем. Продолжение следует...